Румба-ча-ча-ча-пасадобль. В Кремлевском дворце настоящая феерия страсти музыки. Там прошел чемпионат Европы по латиноамериканским танцам. Марина Ермаченкова посмотрела финал соревнований. В этом пестром цветнике поклонники безошибочно узнают свою любимицу. Цветок на голове сродни короне. Так в общем-то и есть. Марина Сергеева и Дорин Фрикатау, представители Молдовы, фавориты этого турнира. Два года подряд именно они увозили главный кубок. И в этот вечер снова готовятся побеждать. Мы любим танцы. Мы не знаем, почему мы их любим, но мы их любим. И когда мы в той эйфории находимся, чувств, передать словами это нельзя. Это только можно почувствовать и увидеть, и может быть проникнуть в свои ощущения между двумя танцорами. Страстная и томная румба. Это и не танец вовсе. Спектакль, сыгранный телом, лицом и улыбкой. Так, еще одни претенденты на победу. Россияне Кирилл Белоруков и Полина Телешова приглашают зрителей окунуться в водоворот чувств. Красоту и легкость. Вот что видят зрители. И только прессе. По секрету. В перерыве. Танцоры могут раскрыть правду. Каждый выход – это преодоление. Сейчас мы пытаемся получить массу хотя бы каких-то удовольствий. Эмоционально, физически нет, потому что это нелегко танцевать. Но эмоционально пытаемся получить удовольствие. 47 сильнейших пар Европы на Кремлевском паркете. Калейдоскоп стран. Россия, Италия, Германия, Молдова, Франция и Швейцария. Пять выходов, пять танцев. Помимо румба, ча-ча-ча, пасадобль, джайв и самбо. Зрителям нравится все. Судьям не все. Это игра на выбывание. И с каждым новым танцем круг участников становится уже. Заявлено было 48 пар. Две пары заболели. 46 пар. В следующий тур наши судьи выводят 24 пары. Сейчас у нас такая ситуация возникла, когда было или 23, или 26. То есть главная сувейская коллегия решила 23. Из этих 23 будет выбрано 12 в полуфинал и затем 6 в финал. И они будут разыгрывать между собой уже медали чемпионата Европы. Не только медали, но и кое-что повесомее увезут домой победители. Вот так победят три главных награды этого чемпионата. С виду абсолютно одинаковой тарелки. Но на этой написано один, она за первое место, а на этой только три. И потому хоть на вес они и одинаковые, но, конечно, именно эта награда весомее и желание для спортсменов. Интрига оставалась до последнего. Борьба была упорная. И все-таки пара из Молдовы, Дорин Фрикатау и Марина Сергеева, пополнили свой призовой сервиз. Третий по счету золотой тарелкой. Россияне Кирилл Белоруков и Полина Телешова только вторые. Марина Ермаченкова, Артем Куковский, Виктор Болдырев, МИР24.